Привет, друзья! Сегодня у нас то видео, которое, возможно, поможет вам заработать денег. У нас постоянная рубрика «Кто чего нашел и за сколько это было продано?». Торги проходят на международной интернет-площадке Виолити. Ссылочка под видео. Смотрите, какие интересные и непонятные на первый взгляд обычного человека три находки подарила черкасская земля парню. Он сделал все правильно, не чистил и не мыл. Мало ли, а вдруг оно денег стоит? И неправильной чисткой можно просто поцарапать. Это у нас, друзья, оказались топоры. Да-да, древние топоры. Вполне возможно, что это трипольские топоры и ямная культура. Ну так считают некоторые люди. Материал медь и зеленая вековая патина. За такими находками следило 128 человек. Сделали они 132 ставочки. И такие топоры были куплены за 42 112 гривен. Это у нас на секундочку 1540 долларов или 111 760 рублей. Замечу, люди по незнанию бывают такую медь, сдают на металлолом. И опять же подарок земляного деда. Где такое поднял человек, так опять же в Черниговской области. Это у нас, друзья, вислая печать в Киевской Руси. Да, и это еще считается большая. Тут всего-то у нас около двух сантиметров. А считается большая. Есть и маленькие. За такой находкой следило всего-то 18 человек. Но это ценители старины. Но сделали они 137 заветных ставок. И в итоге такая небольшая, на первый взгляд, печать была продана за 19 551 гривен. Это у нас на секундочку 715 долларов или 51 890 рублей. Вот чтобы такое продавать, такие красивые желтенькие кружочки, да? Надо было хорошо учиться в школе, а именно химию учить. Про что это я? Эти красивые желтые кружочки когда-то были корпусами советских часов. Да-да, желтыми корпусами часов, знаете, такие скупают. Вот для этого. Это у нас, друзья, афинажное золото весом больше 20 грамм. Что такое афинажное золото? Это золото, которое прошло глубокую очистку от разных примесей. Как химическим способом, так и механическим. Там все очень интересно. Шелуху золотую растворяют в царской водке, потом фильтруют, кипятят в азотной кислоте, промывают. Ну, все интересно. За таким лотом садило 23 человека. Это те, которые недоучили химию. И им нужен результат. Сделали они 36 ставочек. И в итоге такие вот красивые желтенькие кусочки были проданы. За 34103 гривны. Это у нас 1246 долларов. Или 90500 рублей. Во, в школе надо было учиться. Зачастую монеты СССР, позднего СССР, называют поисковики после реформы. Это у нас имеется в виду реформа 1961 года. Такие монетки продают кучками и стоят примерно 20-30 гривен за килограмм. Но есть и редкие. Смотрите, у нас 5 копеек 1970 года. Состояние прекрасное. За таким лотом садило 57 человек. Любители советской мелочи. И сделали они 55 заветных ставочек. И в итоге одна монетка СССР была продана за 2553 гривны. Это у нас почти 100 долларов. Или 6 775 рублей. Люди порой находят у своих бабушек, дедушек на чердаках разные старые игрушки. Старые игрушки в большинстве своем сделаны из металла. Ну, такое вот было суровое детство. Они были просто огроменных масштабов. Бывают по 40-50 сантиметров. Я про машинки. У нас машинка Запорожец с прицепом. Смотрите, красота. Состояние просто прекрасное. Для такого времени это у нас могут быть 50-е годы. За таким лотом садило 72 человека. Оно и понятно. Уборка урожая на носу. Тягач хороший с прицепом нужен зерно вывозить. Сделали такие фермера 65 заветных ставочек. И в итоге такой автомобиль Запорожец был продан за 14600 гривен. Это у нас 534 доллара. Или 38 747 рублей. Ну, если мальчики играли с машинками, то девочки, понятно, игрались куклами. Вот посмотрите на эту куклу. Есть ссадины, царапины, сколы. Следы бытования. Такие года. Это у нас кукла Завода Победа. Одна из первых. Просто лежала где-то в сундуке у бабушки. За такой куклой следило 56 девчонок. И сделали о ней 31 ставочку. И в итоге кукла чердака бабушки продана за 10500 гривен. Это у нас 384 доллара. Или 27 870 рублей. Лот из той песни. Да ладно, а я такое выбросил. У нас, друзья, так сказать, древняя кофемолка. Вот на такую когда-то мололи кофе. И разное подобное. Вот посмотрите. Вот реально, если бы вы такое нашли у бабушки или у дедушки, точно бы выбросили. Не придали бы никакого значения. А зря. За таким лотом садило 11 человек. Это гурманы, которые любят кофе. Сделали они 38 заветных ставок. И в итоге такая вот железяка, никому не нужная, на первый взгляд, продана за 3001 гривен. Это у нас 109 долларов. Или 7 964 рубля. Кто бы мог подумать. Находка из той песни, что да ладно, разве такое покупают? Смотрите, у нас старинный шприц. Да-да, просто вот старый шприц в коробочке. Кто не знает, они когда-то были такие. Многоразовые. Их потом кипятили. И все, и опять. Можно было использовать по назначению. Такую находку продавали в Полтаве. И как это ни странно, может показаться некоторым, следило за таким лотом 9 человек. И под конец торгов все-таки была сделана одна заветная ставка. Такой вот шприц продан ровно за 750 гривен. Это у нас 27 долларов. Примерно 2000 рублей. О как. Как и в наше время, и давным-давно, люди любили попить холодного пивка в жару. Да, раньше были вот такие вот и подобные им пивные бокалы. 0,25 литра. Для многих людей это просто бокал. Чего в нем такого? Но вы знали, что бокалы тоже бывают редкие. И очень редкие. За некоторые можно купить не одну ванну пива. В нашем случае, пивной бокал на 0,25 литра. Артема НКЛП. У СССР 1937 года. Данная находка является как бы очень редкой. За таким лотом следило 16 любителей пенного. И сделали они только, представьте, 150 ставок. И в итоге, такой вот, на первый взгляд, обычный бокал продан. А здесь внимание. Ровно за 14 тысяч гривен. Это у нас 512 долларов. Или 37 тысяч 155 рублей. Вот вам и ванна пива. Ну вот такой вот продавали в Одессе. Да, друзья, вы правильно поняли. Это просто огромная куча. Можно сказать, мегалот счет. Для подсчета. Древний калькулятор. У нас здесь 60 штук. 60 разных счет. Где человек такое взял, история умалчивает. Но, скорее всего, у бабушки или у дедушки счетовода на чердаке. Или завсклада. По-другому никак. Смотришь и думаешь, старые счеты. Кому это надо? Но не спешить. За таким лотом следило 4 человека. Любители-то погонять кругляшки. Сделали они 17 ставочек. И в итоге, такая куча счет продана за 731 гривну. Это у нас 26 баксов или 1940 рублей. Знаете, в наше время есть банковские слитки. Такие огромные куски золота, да? А когда-то был банковский рубль. Вот как у нас. Рубль 1796 года. Такая монета считается очень редкой. Именно за этой следило больше, чем полтысячи человек. Сделали они 261 ставочку. И если вот вы стоите, лучше присядьте. Такая монета была продана ровно за 270 тысяч гривен. Это у нас почти 10 тысяч долларов. Или 716 560 рублей. Лот из той песни, что да ладно, Дима, ты что шутишь? Смотрите, у нас 3 клубочка ниток. Да-да, 3 старых клубка ниток. Только нитки. У нас лен и конопля. Ну раньше так нитки делали. Такие нитки считаются натуральными. И нет, курить их нельзя. Втирать, мочить, вымочить и все такое. За таким лотом следило 2 человека. Но это те, которые, наверное, не знали, что курить их нельзя. И под конец торгов все-таки была сделана одна заветная ставочка. Такие 3 клубочка проданы за 210 гривен. Это у нас 8 баксов или 557 рублей. Кто бы мог подумать. А знаете, как за границей люди сходят с ума? В Гонконге на местном аукционе продали обычное паркоместо. Там на горе Николсон, в элитном жилом комплексе на 73 этажа. И была эта парковочка. Обычное, ничем не приметное, бетон и все такое. Это место было продано, а здесь внимание, за 1 миллион 300 тысяч долларов. Место купил обычный бизнесмен. Ну так нам говорят. Зачем? Ну работа там у него. Автомобиль негде ставить. Вот и думаешь, какие же у людей зарплаты, чтобы паркоместо-то по 1,3 миллиона долларов покупать. Продолжение следует.